В эфире выпуск новостей в студии Наталья Стофеева. Здравствуйте. Сотрудники полиции изобличили 58-летнего одессита, который подозревается в совершении убийства по неосторожности. В апреле нынешнего года во дворе заброшенного дома на Деволановском спуске было обнаружено тело 80-летнего мужчины. В ходе проведения расследования полицейские установили, что к убийству причастен знакомый погибшего. Как выяснилось, между двумя одесситами в гараже возник конфликт. Один из его участников ударил другого по лицу, затем толкнул. Тот упал, ударился об угол дивана и умер. Злоумышленник решил замести следы. Он вывез тело погибшего на автомобиле и оставил его в безлюдном месте. Подозреваемому объявлено о подозрении по статье Уголовного кодекса «Убийство по неосторожности». Ведется следствие. В средь бела дня двое мужчин решили обворовать квартиру. Залезли на второй этаж и влезли в окно прямо на глазах у удивленных жителей двора на улице Заболотного. Увидев, что двое парней карабкаются на второй этаж, свидетельница столь явного совершения преступления вызвала полицию. Приехавшие на вызов сотрудники полиции и охраны позвонили в дверь квартиры. Напуганные злоумышленники решили ретироваться тем же путем, каким и проникли – через окно. Однако по периметру дома был выставлен кордон патрульных. К ним в руки и попали незадачливые альпинисты. Правоохранители нашли приспособление, с помощью которого злоумышленники открыли пластиковое окно. В квартире был беспорядок, однако воришкам было уже не до наживы. Сейчас задержанные проверяются на причастность к другим преступлениям, сообщили в патрульной полиции. О городских проблемах, которые необходимо решать сейчас и в перспективе, о том, что сделано и что еще предстоит сделать в родной Одессе, городской голова Геннадий Труханов рассказал на встрече с горожанами. Одесса развивается по плану и сразу в нескольких приоритетных направлениях, подчеркнул городской голова на встрече с одесситами. Замена магистральных труб теплоснабжения, программа по модернизации лифтов, реконструкция дорог и остановочных комплексов, ремонт школ, детских садов и лечебных учреждений. В то же время есть вопросы, которые на муниципальном уровне решить просто невозможно. А потому Одессе необходимо мощное лобби в столице, уверен мэр. Я хочу, чтобы нас представляли люди от Одессы, понимали, что им Одесса дала право, им Одесса вручила мандат. Это не их заслуга. Это Одесса делегировала своего человека. Мы называем это лобби. На самом деле, говоря простым языком, я хочу, чтобы нас в городе защищали. Такая группа защиты как минимум, а как максимум, чтобы в дальнейшем они защищали и продвигали наши проекты городские. Изменения необходимы и на законодательном уровне. Тогда реформа децентрализации, которая наделяют города реальными полномочиями, будет не только декларацией, подчеркивалась на встрече. Нам не хватает полномочия. Во-первых, нам не хватает завершить, не завершить, а дальше продвигать децентрализацию. Реформа по децентрализации. Передача полномочий в город. У нас не закончена передача полномочий ГАСКО. То, что оставили, Киев себя оставил, это неправильно и несчестно по отношению к городам. По крайней мере, к Одессе. Не знаю, как другие себя чувствуют в этом вопросе. Нам необходимо посмотреть взаимоотношения с юстицией, право регистрации. Тоже мы должны в своем городе понимать, кто и что регистрирует и по каким основаниям кидать документы. Это я так вот просто вот то, что на слуху, то, что на самом деле этот список очень большой. Нам необходимо, чтобы у нас была какая-то своя возможность решать свои вопросы. Если вы, если меня спрашивают население за тепло в нашем городе, за водопитательный сезон, то дайте мне, пожалуйста, возможности, я не говорю про тарифы, которые формируются, но дайте мне возможность систему привести в порядок, чтобы я отвечал за нее, а не спрашивал, как там, государство, вы ТЭЦ привели в порядок или нет. Вот такие элементарные вопросы. Это необходимо нам дальше двигать, и без Киева этого не решишь. Но главный вопрос, который необходимо решать для продвижения вперед, это мир в стране. Еще раз напоминают участники встречи. Первый вопрос, главный вопрос – это вопрос мира. Без решения этого вопроса невозможно решать ни один, другой вопрос в нашей стране. Вопрос экономики, городского хозяйства, социального обеспечения. Воюющая страна никогда не достигнет успехов, никогда не привлечет инвестиции. Всегда будет буфер на серой зоне. Что такое вопрос мира для Украины? К сожалению, мы все, знаете, пять лет уже наблюдаем определенный цирк, как некоторые рядящиеся патриотов-товарищи говорят, что они воюют за страну, но на самом деле на этой войне зарабатывают. И зарабатывают колоссальные деньги. На контрабандах бензине, жиреном газе, вооружении. Также с Россией, между прочим. Те же наши российские властные элиты. То есть для кого-то это бизнес, для кого-то выгодно. Нам с вами это точно не выгодно. Наша задача номер один – остановить эту войну. В то же время ключевым моментом для реального развития громад являются и реальные полномочия этих самых громад, уточняет депутат городского совета Олег Брындак. Все ключевые вопросы, касающиеся жизнедеятельности страны, должны решаться на всеукраинских референдумах. Все, что касается местных вопросов – это вопросы экономической, социальной политики, культурной, исторической и так далее – должны решаться на местах, на местных референдумах. В частности, на каком языке обучать наших первоклассников или детей в детском саду, какие улицы, какими именами называть и так далее, и так далее. Это мы с вами должны решать на местных референдумах. В поликлинике, больнице, центре первичной медико-санитарной помощи – это учреждения, в которые кто чаще, кто реже обращаются все жители Одессы. Поэтому развивать сферу медицины особенно важно. Это создание комфортных условий как для пациентов, так и для врачей, уверен депутат от Киевского района Дмитрий Тантюра. Центры первичной медико-санитарной помощи – это учреждения, куда люди приходят для проведения диагностики на консультации к врачу на процедуры. Поэтому очень важно создавать в них комфортные условия и оснащать необходимым оборудованием. Кроме того, говорит депутат от Киевского района Дмитрий Тантюра, необходимо, чтобы медицинские услуги были доступны и территориально, и финансово. Если говорить о медико-санитарном центре, который дает сегодня возможность в шаговой доступности прийти жителям близлежащих домов и получить консультацию семейного врача, плюс бесплатно сдать анализы. Это дает возможность людям оздоровляться рядом с своими домами. В Центр первичной медико-санитарной помощи номер 3, которому Дмитрий Тантюра уделяет особое внимание, люди идут с удовольствием и надеждой на то, что квалифицированные специалисты с помощью своих знаний и современной аппаратуры установят диагноз и назначат лечение. Депутат Дмитрий Николаевич очень часто к нам приходит. Это был один из первых депутатов, который пришел и сказал, чем вам помочь, что вам нужно. Дмитрий Тантюра оказывает содействие даже в таких процессах, которые, казалось бы, не входят в список его обязанностей, говорят врачи. У нас была проблема с подписанием декларации. Он нам очень много помогал в этом. Он проводил беседы с населением о том, что это необходимо делать, о том, что без медицинской реформы невозможно дальнейшее развитие медицины и получение качественной медицинской помощи. Большая благодарность Дмитрию Николаевичу Тантюре за то, что столько времени уделяет нам. И перед уикендом в Киевском районе открыли еще один бювет. В районе 411 батареи славы снабжение одесситов чистой питьевой водой одна из главных задач, которая реализуется в Одессе и в Киевском районе в частности. Ведь от того, какую воду мы пьем, во многом зависит состояние здоровья. Проект строительства бювета курировал депутат от Киевского района Дмитрий Танцюра. И теперь жители этого микрорайона Одессы получили возможность набирать в бювете очищенную природную воду. Те граждане, которые пойдут на выборы с ID-паспортами, брать с собой справку о месте регистрации не обязательно, говорят в Комитете избирателей Украины. И напоминают о некоторых других правах избирателей. Я хочу еще раз нагадать, и не только выборцам, а и членам дельничных выборчих комиссий. Я хочу еще раз нагадать, что дельничные выборчі комиссии не имеют права вимагать в выборцах с ID-картками доведку про место регистрации. То есть с ID-картки, как вы знаете, иде доведка про место регистрации. Тобто, если выборец пришел на дельницу без цієї доведки, то выборча комиссия не имеет права вимагать эту доведку. Если выборец есть в списке выборцев и можно установить за ID-картой, что он – это он, ему должны надавать бюллетен без всяких других вопросов. Не имеют права члены избиркома лишить избирателя возможности проголосовать и в ряде других случаев, подчеркивает эксперт. Те выборцы, которые изменили место голосования, они не обязаны надавать комиссии любое письмовое подтверждение о том, что они это сделали. И, в принципе, комиссия не имеет права проверять наявность регистрации в паспортах места проживания в списке выборцев, не имеет права в наданной бюлетене, так же не имеет права в наданной бюлетене, если не вклеена фотокартка на 25 или 45 лет. То есть, опять же, общий принцип, если выборец есть в списке выборцев и можно за паспортом или ID-картой установить, что он – это он, комиссия должна ему надавать бюлетене и на том крапка. Далее она никакими исследованиями и расследованиями заниматься не имеет, в ней нет на это повноважений и компетенций. Избирательная комиссия имеет право вносить фамилии избирателей в списки в день проведения голосования. Но только на основании решения суда отмечает Анатолий Бойко. Если выборец приходит и требует включить его в списке без наявности в него на руках решения суда, за любыми и другими подставками, то выборчая комиссия не имеет права этого делать. Так же выборчая комиссия не имеет права надавать бюлетене выборцу, если его нет в списке выборцев, на основе того, что в нашем селе мы все один одного знаем. Я сейчас никаким образом не хочу сниважать жителей сельской местности. Это не про то, а это про то, что очень часто мы слышим про такие случаи, что именно в селах, где члены выборчей комиссии не очень четко дотримаются этих стандартам. Эксперты также напоминают, единственный документ, по предъявлении которого выдается избирательный бюллетень, это паспорт гражданина Украины, либо старого образца, либо в виде ID-карточки. Валерий стал Марком, Наталья Илоной, Анрель Арамом, Ирина Айрин, Николай Максимилианом. 415 жителей Одесского региона в последние полгода поменяли свои имена, сообщают в областном управлении юстиции. Приводят в ведомстве и такие примеры. Жительница области по имени Оксана решила изменить имя на Ирхсиану. Валерия стала Семериной, Инна – Ино. Меняли имена и мужчины. Ибрагим стал Михаилом, Тадеуш – Анатолием. Изменить свое имя граждане Украины могут с 14 лет, но только с согласия родителей. А с 16 лет можно изменить имя, ни у кого не спрашивая. Необходимо предоставить ряд документов, возможность смены имени будут изучать в полиции. Потом в отделе регистрации актов гражданского состояния. И если выводы будут положительные, то человек может обращаться за новым паспортом. Население Одесской области сокращается и стареет. Уменьшается рождаемость и увеличивается смертность, сообщили в региональном управлении статистики. По состоянию на май в Одесской области проживали 2 миллиона 370 тысяч человек. По сравнению с прошлым годом, население региона сократилось на 2 тысячи жителей, говорят специалисты. Уменьшение численности населения произошло за рахунок природного сокращения. Водночас зафиксировано деякий миграционный прирост населения. Природный рух у сечни-квитни, у сравнении с таким же периодом минулого года, характеризировался с меньшением количества родителей на 900 человек, с большим количеством родителей на 600 человек. Согласно данным управления статистики, в Одесской области женщин проживают больше, чем мужчин. Статевая структура населения Одесской области характеризуется переважением количества женок, которых на начале поточного года было 53%. В вековых группах до 40 лет за количеством состава переважают мужчины. В последующих вековых группах совпадение поступово изменяется в увеличении питомой ваги женок. Детская смертность в нашем регионе, к сожалению, остается высокой, констатирует специалист. За четыре месяца в Одесской области народилось 6700 детей, из них 53% – мужчин. Больше четверти детей народжаются женщинами, которые не проживают в зареєстрированном шлюбе. Детская смертность, хотя и уменьшается с каждым годом, остается значимой. В сечне-квитне поточного года в области померли 46 немовлят в возрасте до одного года. Всего за четыре месяца в регионе умерли 12 тысяч жителей. Основные причины смерти – болезни системы кровообращения и новообразования. Также в области продолжается процесс старения населения. За світовой практикой, очень высокий уровень демографической старости надается населенной территории, где частка человек в веке 60 лет и старше в загальной численности населения становится 18% и больше. По Одессе области этот показатель складывает почти 22%. На каждую тысячу населения в веке 15-64 года в области припадает в среднем 232 особи в веке 65 лет и старше. Средний возраст населения области – 40 лет. В Одессе около 42 лет. Что касается численности, то жителей Одессы по-прежнему больше миллиона, говорит эксперт. Что касается численности населения города Одессы, в протяжении четырех месяцев по-прежнему веке она взросла на тысячу людей. И на 1 травня склала 1 млн 14 тысяч жителей. Убедение численности населения города произошло за счет миграционного приросту населения на 3 тысячи людей. Природное сокращение становило 2 тысячи людей. В Украине изменились правила усыновления детей. Во-первых, будет создана постоянно действующая комиссия по вопросам международного усыновления. Кроме того, службу по делам детей обязали знакомить кандидатов в усыновители с информацией о детях, которые могут быть усыновлены. Соответствующие изменения внесены к обминам в порядок осуществления деятельности по усыновлению и осуществлению надзора за соблюдением прав усыновленных детей. Сколько детишек мечтают обрести семью в Одесской области и какие требования предъявляются к усыновителям – далее в нашем репортаже. На сегодняшний день не могут быть кандидатами на усыновление лица, которые не прошли специальный курс обучения, рассказали в городской службе по делам детей. Из существенных изменений мы видим, что при постановке кандидатов на учет по усыновлению обязательно вводят прохождение наших граждан курсов обучения, которые организовывают наши областные центры социальных служб. Эти курсы мы считаем, что это достаточно существенное изменение и оно необходимо, потому что не всегда наши кандидаты готовы к тем трудностям и проблемам, которые возникают при усыновлении нашей категории детей. Семьи, которые хотят усыновить ребенка, должны быть готовы к различным проблемам и сложностям, говорит специалист. Детей, которые пережили определенную травму, потери родителей в том либо ином возрасте, пусть даже это отказные из роддома, люди должны об этом знать и должны быть готовы к тому, с чем они могут столкнуться. На сегодняшний день, раньше этого пункта не было, но на сегодняшний день не могут быть кандидатами лица, которые не прошли определенный курс обучения. В Одессе на сегодняшний день ожидают усыновления 245 детей. В основном это подростки, рассказала наша собеседница. Из них совсем малышей до года 8, например, а дети от 11 до 17 лет 146. Конечно, основной процент это подростки, в чем основная сложность их устройства в семье, потому что дети подросткового возраста усыновляются сложнее. За последние полтора года в Одессе усыновили 130 детей. Практически все дети попали в украинские семьи. За прошлый год, за 18-й год в Одессе было усыновлено 97 детей. Украинцами 78 из них и иностранцами 19. Сегодня у нас усыновлено 33 ребенка и гражданами Украины 31 из них. То есть всего два ребенка усыновлено иностранцами. В Одессе желающих усыновить детей много, однако подавляющее большинство соискателей хотят усыновить маленького ребенка, констатирует специалист. В среднем 55 кандидатов, которые готовы взять в свою семью детей. В чем проблема? Это в основном наши кандидаты желают усыновлять детей до школьного возраста, до 6 лет. А как мы с вами видели по статистике, детей, которые стоят на учете, скажем так, до школьного возраста, в сравнении с детьми от 10 лет, совершенно другой порядок цифр. Кроме того, усыновители обязаны принять в семью родных братьев и сестер, которых по закону нельзя разлучать. Кандидаты сегодня, конечно, не готовы взять несколько детей. Что касается возможности усыновления украинских детей иностранными гражданами, то существенных изменений в закон не внесено. Они усыновляют детей старше 5 лет, что они обязательно у нас должны быть в браке, что они собирают, в принципе, перелик документов, он остается тот же. В Украине соискатель может усыновить детей из других городов. Для усыновления следует собрать пакет документов, который действителен в течение года, рассказала Юлия Мякотникова. Они обращаются в службу по делам детей по месту своего проживания и предоставляют пакет документов. Он достаточно подъемный, они должны предоставить информацию, что они имеют доход, не имеют судимости, не имеют медицинских противопоказаний и имеют жилье. Все, четыре фактора. Они собирают этот пакет и становятся на учет. Пакет действителен год, в течение года они уже подбирают себе ребенка. Если нет, мы еще продлеваем, они обновляют этот пакет. О том, кому можно доверить воспитывать детей, оставшихся без попечения родителей, мнение одесситов узнавали наши корреспонденты. Тема усыновления в наши дни очень актуальна, говорят одесситы. В мире не существует таких домов, как у нас, интернатов. Это вообще ужасное зрелище и ужасное явление. Усыновление актуально, но его нужно, я так думаю, разделить на этапы. Первое, маленьких деток брать с рождения, если их оставляют в роддоме. А деток постарше, если случилось что-то в семье и никто не может взять, то, конечно, брать. Мотивацией для усыновления должно быть прежде всего желание сделать счастливым ребенка, говорят одесситы. Если берет родитель из несчастья, вот у меня нет детей, и если я вот сейчас его возьму, мне будет счастье. То это совершенно, конечно, неправильная такая парадигма. А если я хочу сделать ребенку и миру добро, да, то это совсем другая такая миссия. И тогда, я думаю, это, ну и посыл другое, отношение другое. Возможность усыновить ребенка должен иметь любой психически здоровый и материально обеспеченный человек, который любит детей и сумеет их воспитать, считают большинство наших респондентов, независимо от того, состоит ли он в браке. Не обязательно, чтобы была бы пара. Иногда вот она не может свою жизнь сложить, а хотела бы иметь ребеночка. И совсем это не мешает ей, чтобы был бы ребеночек с ней. Может быть, она без мужа лучше вырастить, ребенка этого, чем с мужем. Одиноким нет. Нужно давать таким, которые любят детей. Давать, допустим, одинокой женщине. Что она с ним делает? Ну, если она уже в возрасте и, как говорится, может поддержать его, воспитать его, как говорится, а не заради денег, то можно дать. Ну, можно давать и одиноким. Лишь бы нормально относились к ребенку. И есть такие одинокие люди, которым не хватает родной души. Может быть, этот ребенок станет родной душой? Почему бы нет? Ну, в общем-то, это, по-моему, несущественно. Лишь бы только родители, новые приемные родители, были настроены действительно воспитать ребенка как следует, а не просто игрушку иметь для себя или источник дополнительной оплаты дохода. Такой вопрос, он не в парности, да, хотя парная семья на сегодня – это такой образец, да, и там и легче, конечно. Но если мама имеет детей, да, она сейчас не в браке, но она хорошо выполняет свой долг, вот материнский, да, и умеет это делать. Если умеет это делать, почему нет? При этом обязательно надо учитывать личность усыновителя и условия, в которых он живет, подчеркивают одесситы. Надо на все смотреть и на условия. В первую очередь надо смотреть, чтобы она не пила, не курила бы и была бы порядочной женщиной, девушкой. Чтобы она была хорошей мамой, она должна быть сама, в первую очередь, хорошим человеком. Ну, наверное, есть службы такие, которые могут контролировать и должны контролировать этих детей. Ну, и потом, наверное, ребенок должен, если он где-то в школе или где-то, тоже должен говорить, как-то его учить, что он должен жаловаться. Безусловно, нужно, но это, наверное, не контроль, а помощь должна быть. Потому что контроль, тут, наверное, если выделяются средства, да, вот тут, может быть, нужен какой-то финансовый контроль. А если смотреть, как это происходит, то это, наверное, скорее всего, помощь. Брать на усыновление можно того ребенка, которому чувствуешь искреннюю симпатию и теплые эмоции, говорят некоторые наши собеседники. Маленького как-то легче. С большим ребенком надо найти общий язык, психологически надо найти с ним общий язык. А если не найдут они с ним общий язык, если ребенок будет отвергать их уже, он уже все понимает, что это не родные родители. Брать тоже не обязательно маленьких. Если ты любишь детей, то, конечно, можно жалеть и большого ребенка, потому что это все-таки ребенок. И должен как-то, если есть чувство любить, то можно брать по вызову сердца, по зову сердца. Родители нужно обучать. И потом ребенок, уже имеющий какой-то опыт, он будет со своей историей. Он же не будет чистый лист, как хочет родитель. Родители должны про это знать, как справляться с этими трудностями, как выходить, наверное, из каких-то конфликтных ситуаций. У многих из наших собеседников есть знакомые или родственники, которые усыновили детей. У них 15 лет не было, у пары детей 15 лет. Они усыновили, взяли мальчика. Взяли мальчика и Боженька дал ему ребеночка. И она родила девочку, но этот мальчик был у них на первом месте. И, кстати, в моей жизни это три случая, которые вот так вот были. Вот взяли и потом Боженька дал им ребеночка. Так что это неплохо. Есть те, которые усыновили многодетные. И там, как бы, вы знаете, преемственность. Там старший воспитывает младшего. Да, мама с папой уже другими вещами заняты. Вот одноклассник мой усыновил троих детей. У него не было. Да. Первая ему попалась девочка с ДЦП. И тянут. Маленькая. Они взяли маленьких совсем. Ну, вот так. И говорят, а мы ее взяли. Куда мы ее? И вот растят ребенка. А потом стали, ну, захотели еще детей. Правда, хотели взять одного ребенка. Но ушли из детского дома с двумя, продолжает наша собеседница. Ездили в детский дом и общались с детьми. Девочку выбрали. Приехали за девочкой. А мальчик бросился ему на шею. Папа. И он и мальчика взял. Вот так. Я не знаю. Ну, вот и прекрасно живут. Это от людей зависит. Каждый ребенок должен иметь как минимум одного из родителей. И неважно, будет он родным или приемным, говорят одесситы. Ведь какими бы хорошими ни были условия в детских домах, они не могут заменить семью. И это вся информация к данному часу. Спасибо за внимание. Выпуск продолжит прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Желаю хороших новостей и всего доброго.